Всем привет! Это Асатура. Сегодня я в BMW Вилон на Белой Даче снимаю презентацию на M550i в очень красивом цвете. Шампань-кварц. Сейчас также его называют кварцевый металлик. Этот цвет индивидуал. Автомобиль смотрится в нем очень красиво и как минимум незаурядно на фоне других пятерок, которые двигаются по нашим городам, в том числе по Москве. Но основная задача этого видео просто донести до вас мысль, что конкретно этот автомобиль 2018 года можно купить по цене около 5 миллионов рублей. Просто задумайтесь. Около 5 миллионов рублей за M550i с двигателем V8 4.4 литра, мощностью 462 лошадиной силы и динамикой 4 секунды до сотни. То есть динамикой быстрее, чем у предыдущей M5 F10. При всем при этом комплектация здесь действительно очень и очень неплохая. И за вот эти, грубо говоря, 5 миллионов рублей, ну на мой взгляд, аналогов вы просто не найдете. Причем, что самое интересное, то что очень близкий аналог по ходовым качествам будет представлен в виде 8 серии купе, либо гран-купе. Но там автомобиль получается ощутимо дороже. Логично он 19-го, а то и 20-го года будет. И это новая модель совсем иная и другое позиционирование. Но с точки зрения качеств, которые вы получаете от приобретения M550i, вы проигрываете не на много, а в некоторых вещах даже выигрываете. Вот в чем выигрываете, я сейчас и в том числе вам поведаю. Ну, опять же, начнем с внешнего вида, цвета кварцевый металлик. В чем его особенность? В том, что в зависимости от освещения, от ракурса того, как вы смотрите на автомобиль, цвет воспринимается абсолютно по-разному. То есть здесь он мог казаться таким коричневато-золотистым, в нижней части вот отдает слегка в голубизну. То же самое касается и задней части автомобиля. И под разными ракурсами у него появляются разные оттенки, вплоть до таких маслянисто-серых. А уж на ярком солнце он, наоборот, начинает переливаться чуть ли не песочно-золотистым. Крутой цвет, действительно необычный. И вдвойне необычно то, как он сочетается с отделкой M-Performance Cerium Grey. У нас и решетка радиатора, если посмотрите вот эти элементы, и клыки бампера, нижние вот эти вставки, они у нас в окрасе Cerium Grey. При этом они как бы сливаются с цветом кузова, и жабры на крыльях, и зеркала, корпуса зеркал. Сливаются с цветом кузова и смотрится, ну, не так броско, как примерно других 550-х. На темных цветах вот эти все элементы Cerium Grey, они бросаются, сильно бросаются в глаза. Здесь же аккуратно дополняют образ автомобиля. И в целом, я думаю, что найдутся те, кому такое исполнение, такое сочетание должно однозначно понравиться. Сзади автомобиль красит аккуратный маленький спойлер на крышке багажника. Он действительно аккуратный, всего 3 сантиметра, наверное, в длину. Имеет совсем небольшой угол атаки и такой легкий хвостик сантиметровый. Поэтому это скорее дизайнерский элемент. Хотя, определенно, на каких-то скоростях высоких он и аэродинамическую составляющую тоже будет выполнять. Сам бампер и диффузор очень похожи на обычный M-пакет, но разница при этом есть. И я думаю, что те, кто хорошо разбирается в BMW, эту разницу сразу увидят. Патрубки ухлопной системы, хоть и трапециевидные, как у обычного M-пакета, но при этом крупнее. При этом имеют более равные стороны. И внутри этих патрубков спрятаны вот такие уже настоящие трубы. Никакие-то не имитации, не патрубки спрятаны там внутри, а настоящие трубки. То есть, это самый честный, наверное, из вариантов выхлопа, который сейчас можно встретить в данном сегменте. И на моделях BMW в том числе, и в целом на автомобилях такого класса. Действительно, очень неплохо выглядящий вид сзади и конкретно выхлопная система. Фонари светодиодные, как и у всех автомобилей. Поворотники, давайте покажу. Мне кажется, я, наверное, ни разу не обращал на это внимание. Но вот посмотрите, как выглядят светодиодные поворотники в оптике пятой серии. То же самое давайте покажу спереди. Есть, естественно, дублирующие сигналы на зеркалах. Ну и здесь адаптивные диодные фары, верховая светодиодная полоса. Если вы в курсе новостей, то вы знаете, что до конца года появится опционально лазерная оптика пятой серии. То есть, здесь будут синие полосочки. И, соответственно, внизу появится блок автоматического лазерного дальнего света. Но при этом кардинально именно облик фары не изменится. Не изменится до тех пор, пока не войдет рестайлинг. А рестайлинг выйдет ориентировочно в июле следующего года, то есть через год. Уже появились некоторые шпионские фотографии, по которым видно, что капитальный внешний вид автомобиля не изменится. Что, собственно, я и предполагал изменится внутри ангд самих фар. Но это и ожидаемо изменится, возможно, черты бампера. Хотя я предполагаю, что М-пакет тоже может сильно не поменяться. В последнее время есть такая тенденция, что М-пакет и так удачный. Его, как правило, с рестайлингом не трогают. Ну и решетка радиатора по первым ощущениям тоже визуально не сильно изменится. Она однозначно станет единой, то есть этот элемент сольется воедино. Но относительно верхнего контура, я думаю, плюс-минус то же самое. Возможно, чуть снизу как-то скорректируется. Но, опять же, время покажет. Противотуманок у 550 нет. По интерьеру. Интерьер здесь также индивидуал. В цвете белый дым. Тоже очень красивое сочетание именно с таким цветом кузова. Но, опять же, будь коричневый салон, он бы смотрелось, наверное, неплохо. Но белый здесь как-то выглядит дороже, выглядит изящнее, что ли. И плюс эти все ромбики, елочки на спинках, на боковой поддержке, которые соответствуют отделке индивидуал, смотрятся также очень-очень симпатично. Плетеная кожа темного цвета, нашивки BMW индивидуал. Ну и сами сидения комфортные, топовые, с максимумом регулировок. Очень удобные и мягкие по набивке. Вот действительно видно, насколько они приятные и мягкие. В этом автомобиле имеют функцию массажа. То есть и подушка, и спинка у вас будет массажироваться. Естественно, все регулировки, включая верхнюю часть спины, включая боковую поддержку, поясницу регулируемую, коленную опору, тоже электроприводовым выдвигаемую. Это все здесь есть. В верхней части дверей и торпеды зашиты у нас в гладкую кожу на пас контрастной светлой строчкой. И элементы интерьера и отделки идет черный рояльный лак. Аудиосистема Harman, 16 динамиков, 600 ватт. Весьма неплохое звучание. Ну, конечно, не Бенген-Доловсон, который здесь мог бы стоять. Но он и стоит полмиллиона рублей. А здесь все-таки Harman поадекватнее. За счет чего в том числе и цена стала еще более приятная, более приемлемая. Приборная панель полностью цифровая. Она здесь хоть и старая по графике, но уже без каких-то физических шкал. Если кто в курсе, как уже сказал, в принципе, в конце года будет небольшое обновление. Добавятся лазерные фары. И в частности, вот в случае с пока что дорестайлингом, добавится новая графика приборной панели мультимедийки. То есть технически она не будет такая, как в новой семерке. И там, ну, имеется в виду рестайлинг в семерке, в X5, в X7, восьмой серии. Но визуально, по графике, да, она будет соответствовать этим обновлениям. А уже полностью, скорее всего, такой переход произойдет именно с рестайлингом. Но приборка, она достаточно симпатичная. Спорт-режим, комфорт-режим, эко. Это все знакомо. Проекция на лбовое стекло, конечно же, есть в нашей комплектации. Отделка торпеда, гладкая кожа с контрастной строчкой. Здесь блок четырехозонного климата. Отделен, выставляет температуру. Который управляется частично сенсорного дисплея. Ну и под ним расположено два стаканника. К сожалению, нет беспроводной зарядки. Почему-то этой опции конкретно в этом автомобиле не оказалось. Но это, скорее, исключение. Ну и кнопки смены режима движения. Спорт, комфорт, эко и адаптив. И вот эта кнопка одна из самых приятных. Она означает, что здесь стоит адаптивная подвеска. Чуть подробнее я не расскажу позже. Но подвеска здесь действительно одна из самых крутых, которые только доступны. Кнопка парктроников. И видеокамеры широкоугольного обзора говорят нам о том, что здесь есть круговой обзор. То есть на 360 градусов выводится картинка на дисплей. Можно менять ракурсы просмотра. Можно даже при помощи жестов крутить эту картинку. Ну то есть управлять графикой и камерами как вам угодно. И, кстати, функции жестов, как вы уже поняли, здесь также есть. Единственное, наверное, чего нет по отделке интерьера, это керамическая отделка. Вот эти элементы, крутилки, они могли бы быть черными глянцевыми, но это как опция здесь, к сожалению, отсутствует. Нижняя часть торпеды, кстати, тоже зашита в кожу напа с красивой белой, точнее черной строчкой. Сама кожа белого цвета и даже вот тут, к примеру, бардачок. Он также очень аккуратно отделан такой же гладкой, приятной кожей. Ну а потолок черная ткань, не алькантара. Опционально могли бы давать алькантару, но здесь на ней немного сэкономили, зато не сэкономили на люке. Люк в этой комплектации есть. Я думаю, что приятная опция для покупателя 550-й. А это, в принципе, не дешевый автомобиль. Наличие люка однозначно будет весомым плюсом. Ну и по второму ряду сидений. По отделке все идентично. Гладкая кожа сверху и центральной вставки. Спинка сидения отделана также гладкой кожей. То есть это не пластик, а это именно гладкая кожа. И, к примеру, такая отделка свойственна в основном дорогим автомобилям типа 7-й серии или 7-го. А в пятерках, у которых идет отделка наппой, к примеру, те же калининградские 530-й дизельные, у них просто пластик. Но вот при отделке дорогой кожей Мерина уже идет такой более статусный, более дорогой вариант исполнения, когда даже задний пластик отделан этой гладкой кожей. Хотя объективно какой-то существенной разницы это, на мой взгляд, не дает. Задний диван, та же самая кожа Мерина, но уже, правда, без перфорации. То есть здесь в ней нет необходимости, потому что нет такой функции вентиляции, есть только обогрев. И эта опция, кстати, в этом автомобиле присутствует. Ну, климат, как уже сказал, четырехзонный. В плане прочей отделки, те же красивые елочки, те же кожаные плетеные вставки, мягкие подголовники, подлокотник выдвижной, индивидуальный светильник над головой. Ну и, в принципе, без каких-то изысков, разве что приятная вещь, это наличие центральных дефлекторов обдува в стойках. То, что, как правило, с двухзонным климатом такой опции у вас не будет, здесь же это все-таки есть. Заглянем под капот. Как же без этого? Вот, собственно, этот двигатель N63 4.4 объемом на 462 лошадиные силы, которые разгоняет автомобиль за 4 секунды до сотни. Этот двигатель вскоре будет заменен на следующую генерацию, которая ставится сейчас в той же восьмерке 850. Там уже мощность 530 лошадиных сил. И, конечно, автомобиль станет, на мой взгляд, еще динамичнее. Что-то в районе 3.8, я думаю, что он поедет до сотни. Но суть плюс-минус та же. Это 4.4 V8 с двумя турбинами, расположенными в развале блока цилиндров. Находится он при этом, как вы видите, в большей своей части внутриколесной базы. То есть, несмотря на то, что это бизнес-седан, несмотря на то, что это, в принципе, такой автомобиль не для гонок, по факту, динамика здесь позволяет ездить очень и очень активно. Есть возможные распорки усилителей подкапотного пространства. Такие же распорки можно видеть и вот здесь в передней части. Снизу ничего такого не заметно. Но и даже по днищам, если заглянуть под автомобиль, там есть усилители, которые повышают жесткость кузова накручения. Тем самым добавляя автомобилю лучше управляемости, лучшей устойчивости, меньше каких-то, в том числе и звуков в салоне. Потому что, когда кузов более крепкий, он меньше будет у вас скрипеть и ходить. Ну и в целом, конечно, драйверских эмоций за рулем вот этой пятерки более чем достаточно. И связано это в том числе с подвеской. Подвеска здесь, я уже несколько раз рассказывал про 550-е. Повторюсь, подвеска идет самая-самая топовая, которая доступна на пятерке. Она включает в себя систему подавления кренов. То есть, автомобиль за счет электронных поперечных стабилизаторов может как бы приседать налево, либо на правый бок. Тем самым, в крутых затяжных поворотах, нивелируя крен. Чтобы меньше воспринималось, меньше отдавалось это на сидящих внутри, на водителей, на пассажиров. И вам казалось, что автомобиль едет более уверенно. Да и не только казалось, по факту это тоже так и есть. Потому что, когда машина не кренится чрезмерно, то и подвеска работает, и сцепление колес дорожным покрытием более уверенное. Поэтому машина действительно управляется и лучше заходит в повороты, нежели если бы этой опции здесь не было. Но кроме этого, здесь еще и интегральное рулевое. То есть, подруливающие задние колеса, плюс короткая рулевая рейка. Всего два оборота от упора до упора. За счет чего у вас и добавляется дополнительная маневренность автомобиля. Он реально становится более управляемым. Более таким, более юрким, что ли. Поскольку за счет подруливания у вас как бы уменьшается колесная база. То есть, машина едет по ощущениям словно трешка, а то и даже единичка. И в этом плане, по ходовой части, 550-е очень похоже на ту самую восьмерку, которую я ранее упомянул. Восьмая серия BMW по ходовке, можно сказать, ровно то же самое, что и вот эта 550-е. Тоже антикрена, тоже подруливающие задние колеса. Разве что меньше колесная база, за счет чего она все-таки чуточку острее едет. Чуточку веселее, на мой взгляд. Но, чего нет восьмой серии? Восьмой серии нет комфортных сидений. Здесь они доступны, и это однозначно существенный плюс в сторону 550-й. Это реально очень большой плюс. Восьмой серии именно купе. По факту, можно сказать, что нет задних мест. В 550-й, пожалуйста, нормальный полноценный задний диван с четырехзонным климатом, со всевозможными приятными опциями, включая в том числе подогрев. В восьмой серии не бывает люка. В Grand Coupe он есть, причем открывающийся. Там панорама даже целая. В пятерке панорамы не бывает, к слову. Но на фоне купе пятерка, конечно, выигрывает наличием люка. Остальные нюансы. Оптика попроще у пятой серии. Лазеры, как сказал, появятся позже. Мультимедийка уже уступает, она появится позже. И есть свои моменты, которыми, конечно, пятерка будет уступать, в том числе и по динамике. Там 3,7, здесь 4 секунды. Но, согласитесь, разница в цене довольно ощутимая. И купить вот такую машину, пусть и 18-го года, но все же новую, за плюс-минус 5 миллионов рублей, которые сейчас на нее предлагаются, это действительно хорошее предложение. Поэтому, если вы готовы оперативно совершить такую покупку, звоните как можно скорее. Возможно, автомобиль еще будет в свободной продаже. И уедете на нем, будете наслаждаться очень комфортным, очень быстрым, невероятно управляемым BMW, в которых, конечно, с каждым днем становится все больше и больше. С одной стороны, с другой стороны, они становятся все менее, все более и более, наверное, рафинированными. И вот эта пятерка G30, она пока что в себе сочетает бензиновую дурь, реально бензиновую дурь, если кто ездил на 4.4, со мной согласится, потому что этот движок тянет просто неимоверно. И даже после 100 км в час у нее такая тяга, что позавидуют некоторые автомобили куда более мощные. Вот она пока сочетает в себе эту бензиновую дурь, при этом с очень высоким уровнем комфорта, с отличным внешним видом, элегантным, узнаваемым в том числе, признанным по всему миру. И подчеркнет ваш статус однозначно. Тем более вот в таком индивидуальном, очень красивом цвете шампань-кварц. Поэтому, если вам машина понравилась, звоните, пишите, мой телефон есть ниже под этим видео, в WhatsApp в том числе доступен. Ставьте ваши лайки, подписывайтесь на мой канал AssoTourReview, подписывайтесь на инстаграм-канал AssoTourPrice и AssoTourBest. Ну, а напоследок дам вам послушать выхлопную систему, если вдруг кто-то захотел меня упрекнуть, потому что я этого не сделал, все-таки сделаю. Хотя это уже было, но давайте повторимся. Субтитры сделал DimaTorzok